Итак, мы вас приветствуем, с вами Унылая Команда. Здравствуйте, детишки. С вами Унылая Команда. Мы реально унылы. В нашем видео сегодня мы попробуем решить одну проблему. Это блок с двигателя ЗМЗ серии 405-409, но это был 409-й блок. К сожалению, он разморожен и треснут, поэтому можно его принести в жертву науке. Проблема заключается в следующем. На этих блоках, в отличие от 406-х, поршень 95,5 с завода вместо 92-х. И самое главное, здесь есть прорезь, которая должна теоретически улучшить было охлаждение двигателя. Но в итоге все, кто ездил на таких движках, знают, что там буквально 1020-30. Причем поначалу оно где-то 1050 можно проехать. Потом начинает вот здесь вот прогорать прокладка, потому что цилиндр здесь начинает играть сверху. И самое интересное, что если мы посмотрим вовнутрь, то мы увидим, что вот этот проточка, ну пропил, он не до конца. То есть он где-то миллиметров на 30 в глубину. То есть там дальше нет протока между цилиндрами. Ну то есть они хотели, по всей видимости, повторить японский подвиг, ну в общем, как японцы делали. Но, к сожалению, из этого ничего не получилось. Прогорает прокладка почему? Потому что в этих местах цилиндр через некоторое время, то есть он постоянно нагревается, остывает, нагревается, остывает. Здесь металл расширяется, сужается. И здесь получается некое шевеление. Ну и, соответственно, прокладка прогорает. В общем, как вариант, нужно вот эту вот щель заделать. Механически. Даже видно, вот здесь вот прокладка прижималась хорошо. Да, здесь, кстати, уже начал, уже, ну вот, тут блестяшечка. Я хочу сказать, что это достаточно удачный блок. То есть у меня вот, например, на четвертом цилиндре прорезь эта была сделана не совсем посередине. И вот здесь вот полочка, которая обжимала кольцо, она реально была, наверное, миллиметра три от сила, а то, может быть, и два с половиной. А после расточки она стала еще меньше. Я вам просто вот этой острой гранью даже при обжиме портила прокладку. И, кстати, если здесь посмотреть, здесь оно реально вот есть, ну, короче, видно, что оно проточено не совсем ровно. Я даже штанги нам мерил. Тут, по-моему, три миллиметра, тут четыре. Значит, что можно сделать? Есть вариант того, что я в интернете, например, наблюдал, что сюда вбивают либо куски металла. Здесь два миллиметра прорезь, ну, здесь где-то два миллиметра кусок железа. Просто туда вбивается, потом фрезеруется. Либо какой-то мягкий металл, там, алюминий, может быть, латунь какая-нибудь. Но в этом есть некоторые минусы в том, что если сюда забивать металл, это делать можно. Но после этого нужно обязательно растачивать цилиндр, потому что геометрия его будет нарушена. Ну, и не факт, что оно будет косо-криво, потом его не поведет. Чтобы этот момент ликвидировать, мы хотим попробовать, мы предлагаем решение такое. Здесь просверлить несколько отверстий, нарезать резьбу М5 и загнать несколько болтиков. То есть для того, чтобы именно механически сделать так, при этом цилиндр геометрию свою не потеряет, на фиксатор резьбы сюда поставить, и чтобы именно вот этого передвижения не было. Теоретически это должно, это может не вылечить ситуацию на 200%, но должно помочь. Потом мы еще попробуем, есть такой вариант, попробовать заварить. Мы не знаем, какой это чугун. Есть, который валится, есть, который не валится. Да, ну вот попробуем. Ну что, давай. Давай. У нас операцию по сверлению я доверяю исключительно дедушке, потому что метки... Ну, я могу сказать, что вообще, конечно, по-человечески это надо делать на сверлильном станке. Ну, понятное дело. У нас это эксперимент. Что, сколько мы будем засверливать? Две или три? Что, ну, вот три, давай посередине, одну. Одно посередине, одно по краям. Я боюсь, что у нас сейчас проблемы будут засверливаны. Потому что подачу надо, да, на станке, когда ты делаешь. Ну вот, ну, все, мы уже кончили сверло. Нет, не сверло, мы кончили. Нет, ну, ты а чугун кончил? Можно попробовать, конечно, сверло побольше. Давай попробуем. Это ты сколько взял, тройку? Да. Я взял три, два, четыре. Я вам скажу, что если делать это на станке и обеспечивать маленькую подачу, то есть, ну да, потихонечку, потихоньку все это, то, конечно, таких проблем не будет здесь. Ну, потренируйся, потренируйся. Ну, да, можешь снимать. Ну, я и снимаю. Это же эксперимент, мы же кастомные пацаны. Ну, туда до упора его. Так, это какой диаметр? Четверка. Ну, все. Ну, ладно. Ага. О, теперь что-то куда-то его там почковало. Так, смотрим, что у нас получилось. У нас получились вот такие вот довольно-таки эротичные отверстия, шахты. Это, кстати, вот он забился, вот этот вот, вот здесь вот что-то, это оно забилось. То есть, в любом случае, этот проток, он забивается. Два миллиметра, это ни о чем. Особенно в реалиях суровой русской эксплуатации, когда здесь, ну, скажем так, случаев, если так взять по статистике, то, ну, наверное, в один из десяти таких двигателей заливается какой-то неплохой антифриз. То есть, я не говорю, что какой-то мега-мега-турбо-тру антифриз. Нет, ну, какой-то неплохой антифриз. Во всех же остальных случаях, то 50 на 50, либо какой-то шмурдяк разбавленный, либо вообще вода. Вот, поэтому вот это вот забьется, ну, это даже не обсуждается. Это будет забиваться в любом случае. И смысла в этой проточке нету. Пока я рассказывал, технология нарезания резьбы от дедушки. Чем это ты таким брыскаешь, школьники наши спросят? Не скажу, это секрет. Ладно, мы не будем рекламировать. Слушай, прям как на станках. Ну, пока тут идет процесс нарезания, мы пока раздобудем болтики. А болтики у меня здесь лежат. Ну, вот они. Да все, хватит. Вот, теперь хватит. Болтики лучше какие-нибудь каленые из автомобильного крепежа. Ну, вот он у меня. Это с Ваноса BMW N57. Видео об этом ждите на канале скоро. Ваноса, BMW. Ну, надо, конечно, по-хорошему это делать на резьбовой герметик. Причем какой-нибудь сильной фиксации. Например, красный, ну, то есть именно такой конкретный, который фиксирует. Один раз и навсегда. Да, ну, давай посмотрим, где у нас тут наши... Ну, я одной рукой это... Когда нарезается резьба, так как мечик, ну, он физически... Ну, есть второй мечик, можно его до конца дорезать. Но в нашем случае этого не нужно делать. Нужно, чтобы он внизу, в конце, то есть помимо фиксатора, нужно, чтобы он заклинил в этой резьбе. Причем затягивать его, вот сейчас затягивается, я хочу заметить, от руки отверткой. То есть не надо его задавливать туда трещоткой для того, чтобы не деформировать здесь цилиндр. Ну, то есть чтобы его там... Не, ну, по-хорошему это вообще делать нужно перед расточкой. Да, перед расточкой. Это по-нормальному надо делать перед расточкой, когда ты затянул его, ну вот, от руки. Но не надо сильно там каких-то напряжений, чтобы ничего там не расколоть, ничего такого. И потом, вот после того, как это все затянуто с фиксатором резьбы, растачивается и поверхность сфрезеровывается. То есть вот эти вот болты, это надо аккуратно... Ну, их надо подпилить, а потом они просто, когда будет фреза, делать поверхность. И все, и вот... А вот тут вот ее нужно делать, потому что тут провал явный есть. Ну, по-любому. И здесь, и здесь, вон, видно, что прогар уже пошел. И вот после этого, то есть когда вот так вот устанавливается... Ну, вот у нас тут получилось, если посмотреть, они не совсем ровно. Ну, надо было разметить. Да, если это делать на сверлильном станке, причем... Да нет, если бы даже просто разметили бы, то уже было. Причем вот здесь вот, например, мы сделали три. Но, в принципе, теоретически можно даже вот в этих вот местах двумя ограничиться. Ну, все-таки здесь... Мне кажется, хуже не будет. Да, хуже не будет. Три. М5, именно какие-то каленые хорошие болты. И проблема должна уйти. Опять же такие, при забитии какого-то металла сюда, вовнутрь, все время есть внутреннее напряжение, и он может туда провалиться, самое главное. Ну, в общем, что-то с ним случится. При разогреве потом или при... Да. Эти же болты, они закручены, они затянутся, и шансов того, что они куда-то там денутся, ну, нету. То есть вверх он не выкрутится, там прокладка, вниз он не уйдет, соответственно, тоже. Но это не все способы и варианты ремонта блока. У нас есть еще один вариант, который мы тоже хотим опробовать. Процесс ремонта начинается с зачистки поверхности. Для того, чтобы прикрепить массу, то бишь контакт. Сейчас смысл в том, чтобы поверхность почистить. Во-первых, от ржавчины, которая там есть, разных окифлов. А также сделать небольшую, ну, как канавку, то есть, чтобы площадь сварки немножко увеличить. То есть сделать такой заход небольшой. Ну, понятное дело, что он, если это делать на станке, это будет все гораздо аккуратнее фрезой. Но, так как у нас экспериментальный блок, как я уже говорил, мы это хотим сделать... Мы это, вернее, делаем болгаркой. Вообще, потом, после обработки поверхности, абсолютно не страшно, чем вы это делали, болгаркой или на станке. На самом деле, наша цель показать, что это можно сделать в гараже. Ну, мы попробуем сейчас на максимальном токе, не знаю, что получится. Ну, давай, я тут рядом буду стоять, чтобы на меня тут особо не забыли. Я хочу сказать, что он офигенно варится. Ну, кстати, да, он даже... Ну, он реально клево варится, сейчас я тень сделаю, чтобы... Немножко... От блесков не было. Немножко надо было скорость меня уменьшить. Ну, он реально офигенно варится. Не, 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 надо эти болты, не надо. Там еще у тебя есть прощерин. Это пусть будет как вариант. А вот как вариант вкрутить болты и заварить? Нет. Почему? У нас либо-либо, либо-либо. Я сейчас попробую немножко подрегулировать подачу, чтобы аккуратно сделать. Давай-ка я покажу, как ты тут сделал разделочный канал. Разделал разделочный канал. Сейчас надо свет включить и вот с этой стороны. Ну, вот он. То есть чуть-чуть смысл в том, чтобы его зачистить и расширить. Давай пробуем. Ну, или кувалдой его ударить. Хорошо было бы еще нутромером его промерить. О, слушай, ну это ты тут... Да, да. ...сделал занижение. Ну, я говорю, если в принципе натренироваться на этом... Ну, чтобы быстро его так проводить, чтобы не сильно там проваливать чугун. Ну, это 100%. Он реально хорошо варится. Но это 100% надо растачивать. Это, конечно. Вот если вот это, как вариант, скинул головку, вставил его туда, фрезернул и все, то вот это надо растачивать по-любому. Пока там блок остывает, у нас вот она трещина была. То есть его здесь раскрыло. Вот она трещина у нас. Вот. Так, ну, с этой стороны почистили, немножко потренировались, отработали технологию. А вот здесь вот шов. То есть если правильно подобрать подачу, напряжение, то все заваривается. Конечно, ну, мы, конечно, не можем гарантировать прям, что вот после такой сварки блок будет ездить, ничего ему там не рэпнет после нагрева и тому подобное. Но есть такие варианты, что вроде ничего и не рэпало. Но, конечно, варить треснутый блок, ну, это уже крайние, так сказать, меры. А заделать поверхность, вылечить. Вот, кстати, не отходя далеко, сразу у нас вот есть подпроект, проектный. Вот это 406 блок. Вот он должен здесь делаться. И, соответственно, вот у него здесь нет никаких непроточек, ничего нету. Потом 409, 405 уже в последующем стали делать так, что у них вот здесь вот профрезерованные каналы. А, ну, то есть вот так вот идет фрезеровка. Ну, на фотках, например, в интернете есть. А тут нету ничего. То есть тут именно цилиндры, связанные между собой. Потом у нас происходит что-то вроде фрезеровки. Мы хотим поровнять шов, посмотреть, что получилось. Ну, а все блестит, оно в засвете. Пока что нету трещины, это точно. Оно все в засвете, да. Потому что чугун, который такой чугун-чугун, его можно заварить, но он потом при остывании обязательно лопнет. Чугун-чугун? Чугун-чугун, да. Так, теперь... Пусть нам напишут, что должно быть поменьше в чугуне, чтобы он варился и не лопался. Ну, вот так вот оно должно выглядеть примерно после фрезы. Ну, там у нас, правда, получилось небольшое технологическое пропиливание с этой стороны. Ага, чуть-чуть дробно. Но это не страшно. Вот так вот оно, в принципе, должно быть. И будет у вас блок вообще ничего, ну, ходить. По крайней мере, вы сможете, вместо того, чтобы покупать другой блок и перекидывать все на другой блок, вы сможете попробовать поремонтировать. Ну, это можно сделать прямо на машине. Да, фактически прямо на машине. Ну, нет, так нет. Хуже точно не будет. Да, если потом, даже без фрезеровки на станке, то есть если потом взять камень, я понимаю, что это неправильно, и вот камнем поверхность счесать. Да, это неправильно, но, блин, на крайняк можно на машине сделать. Ну, хотя лучше, конечно, фрезернуть. А вот здесь у нас получилось... Ну, трещин тут нету у нас. Тут какие-то, ну, да, раковинки там все, ну, блин, трещины у нас тут нету. Нигде. Ну, надо было валик побольше наваливать. Ну, это я говорю, это вопрос опыта. А вот тут какая-то трещинка или что это такое? Где это? Вот это вот посередине. Это трещина или это? Не знаю, нет раковина больше похоже. Можно подрасчистить ее поглубже, все равно блок-то на выброс. Да, ты был прав, это начало трещины. Да, это трещина. Это термические все-таки нагрузки какие-то. Да, 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 да. Чуть-чуть подразорвало ее. Ну, слушай, вот себе, себе блок я бы варить не рискнул, а вот это вот сделал бы в легкую. Согласен полностью. Ну, слушай, ну, это мы, сварка, еще раз повторюсь, это нам просто интересно было. Ну, можно так сделать? Ну, и опять же мы это делали полуавтоматом и без нагрева. То есть по технологии надо нагреть в печке блок, заваривать чугунным электродом и потом оставить остывать вместе с печкой на сутки, чтобы вот эти вот напряжения разрывающие не образовывались. И тогда... Тогда будет, да. Как вариант, да. Просто есть чугуны, которые и такой сварке не поддаются, даже с печкой и даже с чугунным электродом. Вот, например, блоки BMW старые чугунные, там, М40, М43, их бесполезно варить. То есть они остывают вместе с печкой и потом их разрывают. То есть трещина появляется на следующий день. Там какие-то внутри очень сильные напряжения образуются, которые потом просто рядом со сварочным швом, швом ничего не делается, а рядом со сварочным швом просто лопается чугун. Так что можете смело брать, делать М5, ну то есть четверкой сверлить, мечиком все равно оно потом нарежет столько, сколько нужно. И главное брать болты не из метизов, а нормальные. Нормальные, хорошие. Надо с разборки какие-то искать иномарошные, ну может в каких-то спецмагазинах есть, ну именно хорошие, прочные М5 болты. Шестерка, ну четверка мало, шестерка сюда сразу скажу, это много. То есть, ну, я бы не рискнул сюда. Вот если пятерку можно здесь в середину поставить, то шестерку уже нет. Я бы не ставил. Ну можно пятерку в середину, шестерку по крайней. Ну, в принципе, вот пятерка, это такая золотая середина, оно и не создает каких-то напряжений больших конских. Ну да. И сидит там нормально, и, ну вот, золотая середина. В общем, на этом наша унылая команда, пока эксперимент заканчивает. Пишите в комментах, кто что делал, и если вы повторите наш фокус, напишите в комментах, как оно ходит, нам интересно. Да, 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 будет очень интересно, если это там на машине сделает. Отпишитесь, если еще в видео там будут фотки, вообще шикарно. Так что, а у нас на этом все. Лайки, что там, короче, подписывайтесь на страничку дедушки в контакчике, а мы идем дальше творить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова